МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Толкургане. Информацию сегодня официально подтвердил главный санитарный врач области Хайрат Бай-Мухаммедов. Сейчас заболевший, а это 40-летний мужчина, госпитализировано в инфекционное отделение Центральной районной больницы и Межказахского района. Его состояние со специалистами оценивается как удовлетворительное. Определен и круг контактных лиц. Некоторые из них уже на карантине. За прошедшие сутки зарегистрировано 7 случаев коронавирусной инфекции, 6 случаев в селе Киген и 1 случай в городе Толкурган. Во всех, значит, все больные изолированы и контактные тоже изолированы. В принципе, касательно вопроса карантина города Толкурган. Из-за одного случая закрывать город на карантин не будем. Значит, только карантин везен в квартиры дома у больного и их родителей. Родители помещены в все карантинные стационары. То есть, определен круг контактных, у всех взятые анализы, сейчас находятся в работе. Центр обслуживания населения и специализированный ЦОН Толкургана после отмены режима ЧП стали работать по принципу омниканальности. То есть, очередь нужно будет занимать по предварительному бронированию. Сделать это можно будет по номеру 1414, либо через портал электронного правительства. Переходя по ссылкам на сайтах, программа выдает свободное окошко на определенную дату. Для брони очереди следует зарегистрироваться в базе мобильных граждан. Сейчас ЦОНа оказывает 97 услуг на бумажных носителях. Это примерно 20% от общего сервиса. На самом веб-портал электронного правительства имеется сервис по бронированной очереди, который автоматом распределяет данную очередь в зависимости от количества рабочих мест. На каждого гражданин выделяется по 30 минут, для того, чтобы он мог в течение 30 минут обслуживаться. Продолжают получать онлайн-образование школьники и студенты. В некоторых учебных заведениях также разработали специальные программы. Студенты зуботехники с нарушением слуха теперь также получают знания дистанционно. Алишер Толебеков – инвалид по слуху с детства. С ранних лет Талдыкурганец мечтал связать свою жизнь с медициной. Потому, окончив школу, молодой человек поступил в медицинский колледж на специальность зубного техника. Благодаря хорошей успеваемости парень не только учится, но уже на деле демонстрирует свои навыки. Тем самым зарабатывает на жизнь. Сейчас, в период пандемии, парень обучается онлайн. В дистанционном обучении есть немало плюсов, говорит Алишер. Онлайн-обучение очень удобно, так как никуда ехать не надо. Проснулся, умылся и вот ты на учебе. К тому же занятия проходят до обеда, а после есть много свободного времени. С момента, как разрешили работать стоматологией, я начал подрабатывать. Поэтому после обеда хожу на работу. Хочу сказать, что лекции, проводимые вживую и через видеосвязь, не имеют никакого отношения к качеству знаний. Всё зависит от того, как усваивает студент. Вместе с Алишером обучается ещё пять человек. Помимо студентов и лектора, на онлайн-уроке присутствует сурдопереводчик. Он является связующим звеном в учебном процессе. Все задания и видеокурсы для учащихся преподавателя отправляет ему. Для онлайн-обучения мы разработали несколько специальных учебных программ. Согласно утверждённому плану, мы проводим все уроки. Поэтому никаких сильных отклонений от учебной базы нет. Через сурдопереводчика постоянно держим связь со студентами. Помимо теоретических занятий, мы проводим и практические. Происходит это так. К примеру, даём задание студенту, и он при помощи воска или пластилина должен сделать слепок. Сейчас преподаватели готовят студентов к экзаменам. Начнутся они в начале июня и будут проходить в два этапа. Ануар Романгельдинов, Асет Дюсимбек, телеканал ЖИТСУ. К другим темам выпуска. Дорожная карта занятости сейчас стала решением многих социальных и экономических вопросов. Благодаря принимаемым мерам ряды отраслей выйдут на новый уровень развития. В частности, грандиозные изменения в этом году ожидают в сфере образования. В рамках реализации программы в Алматинской области возведут 7 школ на более чем 10 тысяч ученических мест. На сегодняшний день в Алматинской области имеется 38 трёхсменных школ. Все они находятся в районах, расположенных вблизи города Алматы. Одной из главных причин загруженности учебных заведений является миграция и активный прирост населения. Учитывая этот факт, региональное управление образования разрабатывает и внедряет ряд мер по ликвидации трёхсменных школ. У нас разработан пошаговый план по ликвидации трёхсменных школ. В данный момент строится в области 32 объектов образования. Из них 16 школ для ликвидации трёхсменных школ. В этом году планируется 10 школ будет сданы в эксплуатацию. Мы обычно строим, у нас вообще-то проект, типовой проект на 300 мест, на 600 мест и на 900-1200 мест. В этом году, как никогда, впервые у нас строится школа на 1500 мест. Это для ликвидации трёхсменных школ. В Талдыкургане трёхсменных школ нет, однако интенсивный прирост населения заставляет руководство города работать на перспективу. Уже в этом году в областном центре начнётся строительство трёх школ. Расположатся они в коттеджном городке, в восьмом микрорайоне и в селе Антамак. В селе Антамак по программе дорожной карты занятости 2020 школа на 1200 мест. Сейчас проводится организация начала строительства. Согласно дорожной карте занятости, если он пройдёт, тогда мы должны его завершить в этом году. А если в обычном порядке, то тогда мы на 2021 год переходим. Кроме этого, школа на 900 мест мы получаем в заключении государственной экспертизы в июле месяце и планируем начать строительство в августе месяце с завершением в 2021 году, на сентябрь месяце. Также мы уже в мае месяце должны, в текущем месяце должны получить заключение государственной экспертизы проекта на 1200 мест школы. Это восьмой микрорайоне города с завершением также в 2021 году. Помимо возведения новых объектов, ряд действующих учреждений ждёт реконструкция. В рамках программы дорожная карта занятости, капитальный и текущий ремонт пройдут порядка 400 учебных заведений. Значительно облагородят и прилегающую к ним территорию. В связи с реализацией государственной программы дорожная карта занятости в городе Талдыкургане планируется реализовать 38 проектов. Из них 5 проектов это по областным организациям и 33 по городским. В том числе мы планируем реализовать 8 проектов именно по учреждениям образования. Из них 6 городских учреждений и 2 областных. В рамках реализации дорожной карты по городу Талдыкургана будет трудоустроено 1519 человек, в том числе 767 через центры занятости. По объектам образования будет трудоустроено более 480 человек, в том числе 244 человека через центры занятости. По информации Управления строительства в целях ликвидации трёхсменного обучения в Алматинской области в настоящее время идёт проектирование 18 школ. Согласно прогнозам регионального управления образования, наболевший вопрос должен решиться к 2023 году. Дорогие дороги. Более 5 миллиардов тенге выделено в этом году на ремонт и содержание автодорожного полотна в Талдыкургане. На эти средства власти города намерены провести ремонт на 97 улицах. Из них в 2024 пройдут реконструкцию в рамках государственной программы дорожной карты занятости. Благодаря этому появится более 300 рабочих мест. Полгода назад штатную единицу Аслана Умирбека сократили. Несколько месяцев Талдыкурганец искал работу, но всё было тщетно. В апреле нынешнего года мужчина обратился в городской центр занятости. Взяв анкетные данные, специалисты учреждения подобрали Аслану работу. В рамках государственной программы «Дорожная карта занятости». В центре занятости мне дали направление на работу в дорожную компанию. Я пришёл, отдал бумагу, и меня без проблем приняли. Работа нелёгкая, но зато заработная плата нормальная. Получаю более 100 тысяч. Хорошо, что есть такая программа, как «Дорожная карта занятости». Она даёт большую возможность найти людям работу. В рамках программы «Дорожная карта занятости» в Талдыкургане создадут более 300 рабочих мест. На сегодняшний день уже свыше 150 человек трудоустроены. Они ведут ремонт на 24-х дорожных участках областного центра. В целом реконструкцию дорожного полотна проведут на 97 улицах. В 2020 году мы выделили ремонт дорог и содержание в 5,1 миллиарда тенге. Сейчас почти завершается устройство тротуаров улицы Аблайхана, от Кавамбайбетра до Тупика. И улица Кунаева, получается, от Желтухсан до Алматинской трассы. И улица Мейдово, сейчас тротуар делается от улицы Желтухсан до улицы Аблайхана. Помимо ремонта дорог, предусмотрено строительство дорог в новом 8-9 микрорайоне. Общая протяженность 6,3 километров. На сегодняшний день объявлен конкурс на станет монтаж-завод. Общая сумма составляет 2,9 миллиарда тенге. Всего в нынешнем году отремонтируют почти 90 километров дорог. Реконструкцию в областном центре ведут более 10 подрядных организаций. Завершить все работы ответственные лица обещают до конца октября. Более 500 социально уязвимых семей Талдыкургана получили материальную помощь в виде товаров первой необходимости. Поддержку осуществили предпредставители компании Кахама и спортивной школы Алимфайтерс. Подробнее в нашем следующем сюжете. С момента чрезвычайного положения организаторы уже обеспечили 8 тысяч семей продуктовыми наборами. Каждый входит по 25-35 килограммов самого необходимого. К примеру, мука, подсолнечное масло, макароны и так далее. Несколько фургонов с гуманитарной помощью прибыли и в областной центр. До этого времени уже успели раздать 8 тысяч продуктовых коробок. 6 тысяч из них направили в город Алматы. 2 тысячи раздали на территорию Алматинской области. С начала акций к нам поступили уже 87 тысяч заявок о помощи. В основном обращаются те, кто работают на базаре мелкими торговцами и от частных таксистов, которые остались без ежедневных заработков. Мы пытаемся помочь каждому и делаем все от нас зависящее. За время акции обеспечили нуждающихся продовольствием и корзинами на 260 тонн. Мы организаторы мероприятия. Нами выделено примерно 20% от всей суммы. Остальные деньги направляют неравнодушные граждане. Минимально отправили 77 тенге. Максимально 1 миллион 300 тысяч тенге. Общий сбор превысил уже 70 миллионов тенге. Все до копейки тратится на помощь нуждающимся. Всего по равиантам поддержаны более 500 семей. Преимущественно многодетных и малообеспеченных. У меня 5 родитишек. Спасибо за акцию «Добрых дел». Продукты помогут нам жить в достатке, пока не закончится карантин. Всегда нужно помогать друг другу, чем можешь. Акция «Добрых дел» будет продолжена и впредь. И каждый может внести свою лепту в общее дело, говорят организаторы. Продолжаем выпуск. Челлендж «Добрых дел» продолжается. Республиканскую акцию «Безбергеймс» активно поддержали предприниматели. Представители международной инвестиционной компании «Куста Групп» подготовили 200 продуктовых корзин, которые раздали нуждающимся. В составе продовольственных корзин наименование всех социально значимых продуктов питания. По словам представителей компании, они оказывают помощь больницам региона. Для медицинских учреждений меценаты приобретают средства индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты. В целом на благотворительность компания «Куста Групп» направила 1 миллиард тенге. Бизнесмены нашего района очень активно вовлечены в республиканскую акцию «Безбергеймс». На сегодняшний день более 3000 семей получили продуктовые корзины. 60 семьям оказана денежная помощь. Благодарю всех меценатов за проявленную ими гражданскую позицию. За счет единства мы одолеем все трудности. В Павлодарской области возник конфликт между местными жителями и полицейскими. Около 30 человек незаконно добывали отходы золотодобывающих предприятий. В дальнейшем сбывали товар на черный рынок. Сотрудникам правоохранительных органов при пресечении деятельности незаконных старателей оказали сопротивление. В результате полицейские произвели выстрелы в воздух. Сейчас ведутся следственные мероприятия. В Тарбогатайском национальном парке во время научных исследований на фотоловушку попали новые виды животных. Американская норка и колонок. Передает закон КИЗЭД. Пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дивид Ахмед опубликовал фото и видео этих животных. Естественный их ареал обитания – Северная Америка и Южная Азия. В Евразии акклиматизировано. На территории бывшего СССР акклиматизация началась в 1933 году. Зверьков неоднократно выпускали большими партиями в европейские части страны. На Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке. Работы больше, зарплата та же. Актауские дворники просят увеличить им трудовые оклады. С началом поливного сезона хлопот у коммунальщиков стало больше. Если раньше в их обязанности входила уборка улиц, то теперь они задействованы еще в озеленении города. При этом месячный оклад всего 67 тысяч тенге. Но это не единственная проблема, беспокоящая сотрудников коммунальной службы. Недовольные решением руководства сотрудницы, санитарно-очистительные компании второй день ждут директора у входа в здание. Своё увольнение дворники считают необоснованным. Проведя на работе все майские праздники, женщины попросили выходной. После их отстранили от работы. Проблему пытаются решить местные власти. Крупную партию наркотиков изъяли полицейские Коста-Рики. Более тонны кокаина наркодельцы пытались провести в пакетах для сока. Незаконный товар обнаружили в грузовом контейнере в порту Лиман. Его планировали отправить в Роттердам. Это третья крупная партия наркотиков, которые правоохранители конфисковали за последние шесть месяцев. В феврале власти обнаружили почти шесть тонн кокаина. Его пытались перевезти в Нидерланды. Исландия прекращает добычу китов в коммерческих целях. Это одна из трех стран в мире, практикующая такую деятельность. В последние годы дела в исландской китобойной индустрии и так шли неважно. Прежде всего, связано с тем, что летом 2019 года Япония, главный рынок сбыта мяса гигантских млекопитающих, сама возобновила этот промысел и перестала проявлять интерес к импорту. Свою лепту в падении рентабельности охотничьего бизнеса также внесли экоактивисты и эпидемия коронавируса. ФБР и Министерство внутренней безопасности США обвинили хакеров, которые связаны с Китаем, в попытках незаконного сбора ценной интеллектуальной собственности, касающейся разработок вакцины от COVID-19, а также протоколов лечения и диагностики заболевания. Пекин эти обвинения отверг. Спустя несколько часов после публикации американских правоохранителей, директор Департамента чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан сообщил, что сегодня никто не может предсказать, когда пандемию возьмут под контроль. Только будущая вакцина способна дать требуемый уровень иммунитета для населения. А теперь о спорте. В Казахстане увеличат число инструкторов по спорту для работы с сельчанами. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщила министр культуры и спорта Актоте Раим Кулова. Потребность таких специалистов составляет более 1300 человек. Увеличение их числа, говорит министр, позволит решить две задачи. Во-первых, это создание рабочих мест. Во-вторых, вовлечь физкультуру и спорт более 600 тысяч человек. Для таких инструкторов предполагается создать единые квалификационные требования в целях их единой скоординированной деятельности. Сейчас в министерстве аккредитована 101 спортивная федерация. Это позволит дополнительно открыть более 10 тысяч спортивных секций, где смогут заниматься 300 тысяч детей. Будут заключаться меморандумы о доступности всех спортивных залов. В них будут заниматься люди всех возрастов. Сегодня в стране имеется 5 428 общеобразовательных школ, имеющих спортивные залы. По минимальным расчетам в спортивных залах дополнительно смогут регулярно заниматься около 20 человек. В среднем по полтора часа, что в общем составит более 100 тысяч человек. К данной мере мы планируем охватить все слои населения, чтобы они систематически занимались физической культурой и спортом. И в завершении выпуска штормовое предупреждение. Согласно информации РГП Казгидромет 15 мая в Алматинской области, ожидается местами сильный дождь, гроза, шквал и град. Ветер северо-западный при грозе 17-22 метра в секунду. Просим граждан соблюдать меры безопасности и следить за прогнозом. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова